всем привет и слава украине передача новости кавказа продолжают свою работу и сегодня у нас гостья в традиционном воскресном эфире взгляд из Еревана хорошо знакомый вам Рубен Меграбян приветствую Рубик очень рад тебя видеть приветствую взаимно спасибо за приглашение в эфир Рубен ну начну с печальной новости очень в Ереване погибла Манана Асламазян она была ключевой фигурой для развития независимого телевидения и СМИ возглавляла российскую организацию интерньюс и внесла большой вклад в развитие прессы и СМИ и так далее я хочу сказать что я лично не был знаком с ней но вот я знал очень многих людей которые с ней были знакомы очень из-за очень разных стран из-за очень разных политических взглядов и так далее это был человек о котором я вот лично не слышал ничего плохого только положительные были отзывы и так далее она не была журналистом она была медиа менеджером чем очень хорошим медиа менеджером и была очень хорошим Да. К сожалению, такое вот роковое стечение обстоятельств и вот этот несчастный случай прервали ее жизнь на 70-м году жизни. Ей как раз исполнилось 70, а на следующий день ее сбила машина. Конечно же это все очень печально. Ну а сейчас перейдем к новостям и начнем. Вот вчера буквально мы говорили с Валерием Челошвили и о чем бы мы ни говорили, так или иначе, мы все равно говорим об Украине. Вот так получилось. Это в принципе не то что нормально, это в принципе та данность, которая есть и от которой не уйдешь. Поэтому начну с твоей оценки того, что происходит в Украине и вокруг нее и естественно хотелось бы услышать, что думают и что говорят об этом Валерием. Еще раз спасибо за приглашение в эфир, спасибо за соболезнования по случаю кончины госпожи Асламазем. Которая сделала очень многое для журналистики не только в России, но и во всех постсоветских странах, в том числе и в странах нашего региона, в Армении, в Грузии, в Азербайджане. Это новое поколение журналистов, независимых, реально независимых журналистов, у которых сложилась судьба совершенно по-разному, в силу характера власти в наших странах, но она внесла действительно очень большой вклад в то, чтобы эта журналистика состоялась и царствие ей небесное и соболезнования всем тем, кто знал ее лично и работал в организации Интерньюс и в Армении, и в Грузии, да, и в Азербайджане. Увы, эта организация в силу разных причин прекратила несколько лет назад свое существование, но вместо нее на базе вот этих организаций были сформированы новые, которые сейчас тоже играют большую роль в медиасфере. Во всяком случае в Армении это так, это называется центр медиа инициатива, это очень важная организация с очень важной миссией. Теперь по Украине. Действительно, мы говорили уже об этом, война России против Украины и героическое сопротивление Украины, это центральное событие мировой политики последних шести с лишним месяцев и таковым будет до закономерного финала этого и формирования нового миропорядка. Мы можем с уверенностью сказать, что будущий миропорядок, он формируется уже сейчас и он во многом формируется в пламени войны на украинских полях сражений. Сейчас новый этап в этой войне. он характеризуется тем, что если за все последнее время, за последние месяцы, даже годы Путин руководствовался тем, как шантажировать, как запугать, да, и его шаги были продиктованы именно этим соображением. Сейчас, можно сказать, Путин боится сам. И его шаги, и внутри России, и непосредственно в войне на Украинском фронте, и его, прости господи, внешнеполитические шаги продиктованы одним страхом за свое личное будущее. Все эти трансформации, которые произошли за последние шесть с лишним месяцев, эти трансформации также продиктованы исключительно страхом. Это то, что он прекратил уже грозиться ядерным оружием, потому что ему просто объяснили, что если у нас ляжет стрелка на дозиметре, то мы сочтем это за повод включения пятой статьи НАТО. Раз. Во-вторых, если будет применено ядерное оружие, будет ответ. То есть американцы и британцы запустят вот эту стратегию limited nuclear response и объяснили парню, что этот response будет по твою душу лично. Лично. И он это понял. После этого начался вот этот бардак с запорожской атомной электростанцией, которую он пытается этот свой трансформированный ядерный шантаж сваливать на Украину. Но мировое сообщество не спит и эту игру распознало уже изначально. И миссия МАГАТЭ как раз про это. Что он этого тоже не добьется. Более того, при продолжении именно такой политики и шагов в такой логике ему лично может влететь. Я думаю, что там тоже развязка может наступить в виде очередного, как говорится, акта доброй воли со стороны России. И сейчас украинские войска, мы видим, что осуществляют весьма успешные контрнаступательные действия на правом берегу Днепра, отрезав примерно 25-тысячную группировку от своих тылов, разбивая всю эту логистику. И загнав их, в принципе, в огневой котел. И понятно, что там с места событий информации стало резко меньше. Это тоже понятно. И я уверен, это инициатива именно украинской стороны, потому что информационный шум только будет мешать. Потому что украинская сторона не намерена воевать и свои наступательные действия осуществлять по жуковскому принципу «бабы нарожают». Они это делают намного умнее и с меньшими, на порядок меньшими пациентами, как показали действия на острове Змеиный. И по такой же логике будет зачищен весь правый берег Днепра, и украинские войска уже выйдут к этому крымскому перешейку. За это время, за последние дни, недели, можно сказать, пара-тройка недель, показали, что на данный момент уже для Украины не осталось ни одной точки в рамках международно признанных границ Украины, которые не могли бы поразить ее вооруженные силы. И даже исключение не составляет, ну, скажем так, святая святых для российской армии. Это штаб Черноморского флота. Там тоже... А не отпускаешь Крымский мост? Пока нет. Нет, не составляют, достать могут они его. Уже могут, но я так думаю, у украинского командования есть своя логика в определении приоритетности целей поражения. И очередь моста тоже наступит, исходя из требований обстановки, да? И исходя из той логики, которой будет руководствоваться уже военное командование в Украине. И я уверен, что при том потоке оружия и необходимого оснащения, которое идет со стороны союзников Украины в рамках Рамштайнской коалиции, которая, кстати, через несколько дней соберется, если не ошибаюсь, в пятый раз. Мы... Для нас, во всяком случае, абсолютно очевидно, что российская армия с каждым днем становится и станет все слабее, а украинская сторона наоборот. И решительность целей, которые будет ставить перед собой украинская армия, будет возрастать. Я хочу особо подчеркнуть, что, да, украинская армия воюет за свободу своей страны. Украинцы воюют за свободу своей страны, за освобождение всей ее территории от захватчиков. Но в то же время это война за все цивилизованное мировое сообщество. И тем более за каждую постсоветскую страну, которая сейчас находится под угрозой. На данный момент происходит... Идет второй этап распада Советского Союза. И, к сожалению, он уже идет по югославскому сценарию. Потому что среди постсоветских стран Россия сейчас по-разному воюет, ну просто со всеми. Это то же самое, что делал Милошевич со всеми остальными югославскими республиками. С кем-то Россия воюет непосредственно, с кем-то воюет гибридно, с разной степенью интенсивности, но воюет со всеми. Россия следует своему этому идиотскому принципу, что у России только два союзника, армия и флот. Это слова их императора, статую которой в Питере свободомыслящие люди назвали статуя скотины на скотине. Это была конная статуя. Сейчас Россия следует самому такому махровому, черно-соценному пути, который можно было себе представить. И это ее и погубит, безусловно погубит. Во всяком случае, та коалиция, которая сформировалась в защиту Украины и с целью отражения агрессии, они сформулировали эти цели. Цель состоит в том, чтобы А. Программа «Минимум» не дать Украине проиграть. Программа «Максимум» – это помочь Украине победить. И вот стратегическая цель ослабить Россию настолько, чтобы эта агрессия была вообще последней в российской истории. Как таковы? Гена, мы должны понимать, что новый миропорядок, который формируется, это для нас, во всяком случае, это будет построссийский миропорядок. И об этом нужно думать уже сейчас. Об этом нужно договариваться уже сейчас. О месте каждой страны в этом новом миропорядке уже нужно думать сейчас. Я хочу просто пример привести. Ты историк, знаешь, еще Вторая мировая война шла. Эти сражения шли на полном ходу. Но в 43-м году в Тегеране, когда собрались союзники, они уже не говорили о том, что делать. Потому что уже было понятно, что делать. Они говорили, что делать уже после войны. И причем они не знали, что это после наступит в 45-м году. Но в 43-м они уже начали об этом говорить. И этот разговор продолжался дальше и дальше. И конкретизировался. Я думаю, что эта рамштейнская коалиция уже дополнит свою повестку еще и дискуссиями об этом тоже. И это тоже считаю я просто неизбежным. Хочу еще тоже такую аналогию привести. На мой взгляд, важную. Очень важную. И ты, надеюсь, как историк оценишь. Ну смотри. Во Второй мировой войне, которую легче всего можно было предотвратить. Это как вот Черчилль сам писал. И это было действительно так. Если бы в свое время либеральные демократии вели бы себя не соглашательски, как это сделали Чемберлен и Даладье, а делали все в логике того, что говорил Уинстон Черчилль. То этой войны, скорее всего, бы и не было. Во всяком случае, это не унесло бы жизни пятидесяти миллионов европейцев. Америке тогда пришлось вмешаться и своим непосредственным участием в этой войне и жизнью примерно 300 тысяч американцев исправлять эту ошибку. Теперь вот сравнение. Они начали высадку в Нормандии и при самом активном участии американских, британских, канадских, австралийских вооруженных сил освободили Францию. Да, французы тоже помогали, но французская армия одна не могла делать то, что нужно было сделать. Была не в состоянии, хотя это была, в общем-то, империя. Причем, скажем так, вторая, вторая, ну, по охвату территории, да, она была второй после британских. Но, тем не менее. Извините, что я перебиваю, Рубик, но одну секундочку. А французская армия в то время была союзником Германии. А армия воюющей Франции, Деголя, конечно же, ее потом объявили. Да, Деголя. Французская армия, победившая, как сказал Денис, что мы вам тоже проиграли. Тогда подписывала капитуляции. Но реально, и французская дивизия участвовала в том числе и на Восточном фронте в войне. Ну, одна дивизия, в основном французы. Давай не будем решить непосредственно. Ты говоришь о том, что империя была. Кстати, в империи очень интересно в колониях получилось, какая-то часть колоний, какая-то часть войск претендовала. Была лояльная Тайтену, другая... И там они тоже друг с другом бодались. Вот именно. Во всяком случае, в Сирии и я знаю от непосредственных участников, они уже старики, армяне, да? Знаю людей, лично знал. Они участвовали именно на стороне Деголя и каждый год их приглашали в посольство Франции, награждали там все такое, да. Они потом репатриировали тогда в советскую Армению после этого. Но тем не менее. Разное все было. И вот сейчас американцам не нужно непосредственно вмешиваться в эту войну. У Америки несколько десятков союзников в этой рамштейнской коалиции. Им нужно просто две вещи. А. Этот союз сделать непоколебимый. коалибимый. И б. Помочь Украине во всем, в чем она нуждается. И Украина сама выстоит против этого монстра, который априори несколько раз превосходит ее в силах, но это абсолютно не останавливает и не подавляет волю значит героического украинского народа и ее героических вооруженных сил. Они только нуждаются в одном. Дайте нам оружие нужное в нужном месте и в нужном количестве. И больше ничего. Поэтому сейчас хотя при всем при этом что имеют дело действительно с очень мощным и очень злобным противником, но тем не менее сейчас для либеральных демократий просто несравненно лучшие условия для защиты своих друзей и защиты интересов демократии во всем мире. Чем тогда? И в этом конечно в первую очередь заслуга в первую очередь самих украинцев. В этом заслуга именно нынешней администрации Соединенных Штатов, которые и сплотили всех своих союзников в эту коалицию, потому что давай без иллюзий, кстати, об этом мы тоже будем говорить уже в конце цеха брюссельских переговоров, потому что если бы Европа была бы оставлена самой предоставлена сама себе, там была бы совершенно другая позиция. Я просто в этом уверен. Во всяком случае, те трансформации политической позиции европейцев, которые произошли за вот эти шесть лишних месяцев, эти трансформации были бы просто невозможны без всех усилий, которые предприняли Соединенные Штаты. и без того той энергии, которая пришла из-за океаны, и без того трансатлантического союза, который скрепил всю эту коалицию, и более того, туда еще и вовлек и азиатских союзников в том числе. Во всяком случае, таких как Япония, Южная Корея и таких не европейских так же, как Австралия, Новая Зеландия и так далее. То есть, мы сейчас видим глобальную коалицию, и это в первую очередь заслуга Соединенных Штатов, которые вновь и реально стали действующим лидером свободного мира и действующего в интересах свободного мира. Вот с чем мы имеем людей. Спасибо за очень большой развернутый ответ. Несколько ремарок у меня есть, как обычно, это всегда. Во-первых, про администрацию США. Ты понимаешь, честно говоря, я думаю, что ни одна, кто бы не был на месте. Допустим, если бы смотрим ситуацию, что если бы был бы на месте Байдена Трамп, то это большая иллюзия, что Трамп не поступил бы точно так же. Речь в Украине нужно, я так считаю, я не знаю, сейчас со мной согласятся или нет, в Украине речь шла об экзистенциональной угрозе не только Европе, но и гегемонии США. Пришлось бы защищаться по-любому. Почему Путин это сделал, это другой момент. Дело, ну, раз уж ты допустил себя допущение, я допущу в свою очередь, свое допущение, да. Мне кажется, возможно, это такое субъективное отношение, и это все-таки допущение, да. Но при Трампе я считаю, что на порядок выше была бы угроза того, что Украина могла бы стать Чехословакией 21 века. И причем абсолютно без войны. При том развале Трансатлантического Союза, который был при Трампе, при том почти тотальном скептицизме в отношениях с Америкой, который был в европейских элитах. я не знаю, не уверен в том, что хватило бы сил не стать второй Чехословой. То есть, но сейчас это все разговоры. Это все разговоры, потому что я так когда заказал накладный нам бы действовал больше самостоятельно без Европы из то есть по-ковбойски ну или как-то по-бизнесовому я не знаю не считая со мной это все опущение во всяком случае история проведения получилось так, что история пошла именно таким путем и сейчас это уже скажем так совершенно неуместные разговоры то есть не имеющие практической ценности сейчас самое главное чтобы как можно раньше украинские вооруженные силы выбили бы зубы дракона потому что в этом залог нашего будущего и будущего каждой постсоветской страны еще одна ремарка по поводу Тегерана 43 я скажу так что к моменту Тегерана были уже и сражения Оэля-Ламейда и Сталинград и Курская Дуга и даже быстросоюзников в Сицилии поэтому я думаю что вот но еще не в Нормандии не в Нормандии но я думаю что вот вот этот момент в войне с Украиной он еще не наступил но наступил наступил во всяком случае российские войска выброшены из Киевской области уже изначально причем выброшены с позора в принципе выброшены из Харьковской области выброшены из Сумской и Черниговской области остановлены на направлении Донбасса и выбиты контрнаступательными действиями локального характера из очень многих населенных пунктов и плюс к этому Украина наращивает свое огневое преимущество над российскими войсками в качественном отношении то есть по дальности и по точности по разному это да это мы знаем это все понятно сейчас как раз ну да война идет пока на украинской территории и кстати в 43 году война тогда еще шла на территории международно признанной как советской то есть война шла на территориях союзных держав не только советской потому что в Африке это территория были союзных держав да британской империи и еще кстати еще и высадки там был Египет и там была Ливия это не союзная держава не но на территории британской империи война была мировая она шла везде значит смотри перекидывая мостик в наш регион немножко неожиданно я это сделаю мы говорили о ядерной угрозе мы говорили о Запорожской АЭС мы говорили о МАГАТЭ МАГАТЭ это отдельная организация это не ООН это отдельная абсолютная организация что вызвало у меня разочарование от этой инспекции ведь абсолютно очевидно что и дай бог катастрофа на Запорожской АЭС когда говорят куда ветер подует в Европу или в Россию или там на юг к нам так вот я думаю что не надо быть правительством чтобы понимать что ветер подует всюду потому что это не один день и не два дня будет ликвидация не дай бог поэтому заражена будет огромная территория от Урала до Бицхайского залива как минимум и к сожалению до Средиземного моря и Каспий мы точно попадаем у нас попадала конкретная но даже если бы мы бы не попадали от этого было бы не легче честно говоря не намного легче скажу так вопрос по армянской АЭС она сейчас контролируется кем и там европейцы должны были проводить вроде бы как реконструкцию по МАГАТЭ армянская атомная электростанция является собственностью республики Армения она сотрудничала и сотрудничает с такой организацией как Росатом и там произведены под контролем МАГАТЭ соответствующие работы по продлению срока ее эксплуатации еще на 10 лет и Армения планирует дальнейшее это на деньги Европейского Союза это европейцы делали или за счет бюджета но в договоре СЭПА который Армения заключила с Европейским Союзом у нас есть соглашение с Евротомом о том что мы будем сотрудничать в вопросе безопасной утилизации этой станции после того как ядерных отходов она прекратит функционирование в том числе и по части ядерных отходов в том числе и по части вот этих рабочих отсеков там реакторов и так далее в то же время конечно Армения сейчас ведет переговоры с разными партнерами о развитии своей атомной энергетики и Армения будет развивать атомную энергетику как бы в этом есть полный внутренний консенсус в Армении и консенсус с ее основными партнерами но нужно понимать что в силу в силу происходящего сегодня это во всяком случае будет не Росатом А сейчас специалисты Росатома есть на станции но они на постоянной основе нет там они приезжают когда в этом есть необходимость то же самое и инспекция МАГАТЭ там проходит просто ежеквартально в Армении создано агентство по атомной энергии как государственная организация и она главный партнер МАГАТЭ и это все проводится полностью прозрачно и в соответствии с международными нормами и будет проводиться потому что естественно это в интересах прежде всего Самуяр Само собой Перекидывая уже мостик полностью к нашему региону Ты сказал о том что нужно готовиться к построссийскому миру Насколько встреча в Брюсселе может рассматриваться в контексте подготовки стран региона к построссийскому миру? Замечательный вопрос Ела спасибо Он мог бы рассматриваться как таковой но сетябрь наступает осень за осенью обязательно я не думаю что полюса изменится и наступит лето Построссийский мир это же уже сейчас данность которая не зависит от кого может зависеть от США но тоже не зависит от стран региона поэтому я не про скорость наступает построссийский мир он неизбежно наступает поэтому как это можно рассматривать но он еще но скажем так он пока еще и вообще и для нашего региона в частности он пока еще окончательно не сформулирован не оформлен и мы пока еще ну скажем так предметно не приступили к разговору об этом поэтому я считаю преждевременным не просто потому что сейчас по времени рано но и мы сами как бы еще сами себя мы не подготовили к этому я говорю что это тот случай когда время будет работать против нас мы должны понимать следующее что да в этот переговорный процесс который идет между Арменией и Азербайджаном он имеет очень много интересантов тоже ну скажем так третьи стороны из этих третьих сторон только одна единственная которая ну просто не заинтересована в окончательном всеобъемлющем и долгосрочном разрешении вопроса это Россия ну раз так значит Россия должно быть понимание что Россия не решение проблемы Россия сама есть проблема и проблема нуждающаяся в ее устранении я так полагаю совместными усилиями и в этом отношении назначение Филиппа Рикера я считаю очень важным событием мы об этом говорили на прошлой неделе да и Брюссельская встреча которая была в общем-то ну скажем далека от наших ожиданий показала еще раз что продвижение безактивного вовлечения причем совместного вовлечения Европейского Союза и Соединенных Штатов будет затрудненным причина только одна у Европейского Союза очень большой потенциал мягкой силы но Европейский Союз когда сталкивается с вызовами безопасности на плоскости hard security да то Европа пасует я бы не стал так несколько ну вот так вот относиться к Европе я бы не стал Европа тоже меняется Европа изменилась она меняется да но пока еще настолько не сменила настолько она еще не изменилась чтобы была способна самостоятельно противостоять вызовам на плоскости hard security и плюс еще инерции фактически из коммунике Шарля Мишеля мы понимаем что Шарль Мишель постарался обойти русы которые интересуют Россию да не обойти он просто разделил он разделил те вопросы которые связаны с армянскими военными в Карабахе и с коммуникациями он вообще проигнорировал он говорил про мирный договор а мирный договор это прямая прямая лень значит делимитация границы то есть у меня там впечатление что не такое впечатление это высказывалось уже там если неоднократно в наших предыдущих программах что просто Европейский Союз и Россия разделили вопросы но я бы сказал так это Европейский Союз разделил а Россия ничего не разделила Россия во всяком случае война болотах или хрюканье которое там раздалось до встречи в Брюсселе во всяком случае говорит о том что Россия очень недовольна это так нежно про Захарову это вы сказали мне приходит я не сказал я спросил это так нежно про Захарову слушай хорошо недовольна и на этом фоне твоя фраза русофобия в кавычках в контексте Армении это прошло ну и после этого конечно опять таки в некоторых пабликах прошлись по армянской русофобии которые вовлекают свои русофобские шабаши еще и национал предателей которые видите ли осмелились покинуть Россию и в том числе и персонально на меня тоже вот такие а вот все-таки место поподробнее во-первых про национал предателей поподробнее во-вторых национал предателей в их терминологии это те которые мне это особенно интересно ну там ничего интересного но во-первых давай начнем это кто знаешь смотрел Нигарюй фильм Ленинг смотрел да князь Ахмарин говорит А ты кто? А это кто? Ну да тут важно знание терминологии да что такое русофоб и что такое национал предатель национал предатель в их терминологии да ну национал предатель это те которые покинули Россию и разъехались по многим странам в частности в Армению это национал предатель теперь я и Степа Сафариан провели с ними встречу в организации под названием Кавчег которая является сетевой и имеет представительство во многих странах по-моему в Грузии тоже ну мы там собралось несколько десятков человек мы рассказывали о разных вещах об армяно-российских отношениях ну что я могу рассказать про армяно-российские отношения наверное не только я но и все кто смотрит канал и все кто читает тебе не трудно составить впечатление и мнение об этом но я сказал все что я думаю на этот счет и причем в принципе там не только возражений не было но и все сочли что это при всем при том что собой представляет сегодняшняя Россия это вполне закономерно кстати вот ты смотрел наверное вот фильм на BBC вот этот человек по фамилии Осечкин который сейчас во Франции снял фильм на основе всей той базы видео этих данных из видеорегистраторов из российских колоний Тюрем да не видел не видел ну отправлю посмотреть на ютубе есть то есть это вся система по подавлению и уничтожению личности моральному уничтожению личности носит системный характер в него вовлечены десятки тысяч людей и десятки миллионов людей живущих в России в одном шаге от того чтобы оказаться под прессом этой ублюдочной машины и вот такая страна она все что связано с нею не может не быть ублюдочным понимаешь потому что там путем негативной селекции наверх поднялся поднялся с учетом качества этого элемента всплыл класс этих ублюдков которые правят в этой стране и они принимают ублюдочные решения во всем будь то во внутренней политике во внешней политике это именно они развязывают эти войны и народ России народы России являются естественно первой жертвой и только после этого они перешли на народы другие народы по соседству или народы вдали от них как ноты мерсии эти все вагнеры эти все прочие ублюдки они являются поражением порождением этой абсолютно ублюдочной человеконенавистнической фашистской системе поэтому все представляется более чем закономерно к сожалению и понимаешь о русофобах то есть о тебе ну получается да когда ты об этом все говоришь и строишь умозаключение на вот вышеупомянутые фактах то ты русофоб но я скажу тебе что главным русофобом на сегодняшний день планеты русофоб номер один планеты земля это вот сегодняшний хозяин кремля в окружении всех этих всего этого своего гарем из таких же как и он сам вот что можно сказать по этому поводу я тебе скажу что это вот это обвинение в русофобии они стали для них очень хорошим таким моральным оправданием для того что она вытворяет вообще в любой постсоветской стране например угрожает молдове почему потому что там русофобия угрожает литве почему потому что там русофобия грузии русофобия армения русофобия то есть если ты вознамерился сделать кому-то что-то ублюдочное первым делом любой непонятной ситуации говори о русофобии причем этим же занимается российское телевидение весь этот лай оттуда там эти хрюканье вой там и прочие голоса присущие больше фауне чем роду человеческому вот это это все именно про это вот и все слушай тебя конкретно кто обвинил в русофобии ну какой-то телеграм-канал за которым ясно кто стоит ну понятно хорошо русофобия так русофобия что теперь делать но давай вот без русофобии поговорим о проекте известного российского предпринимателя финансиста филантропа уже можно сказать армянского политика ты понял про кого я говорил речь идет о Рудвине Варданяне и знаешь что вы много говорили об этом мне больше всего интересует как к этому отнеслись различные политические силы в Армении различные и общество общество в Армении я понимаю что общество неоднородное я понимаю что там люди разные тем не менее начну начну с дополнения сегодня армянская пресса апеллированная с бывшими властями принесла благую весть армянскому народу что скоро ожидается возвращение в политику Карена Карапетян ну а как же без него газпромовского то есть я сделал такую реплику в фейсбуке правда на армянском языке что так мы можем для полноты картины и для восполнения троицы как говорится Бог троицу любит нам не хватает только бенефиса Ара Абрамя так вот мы должны понимать следующее что в России скажем объясни кто такой Араб Абрамян вот сегодняшний как его председатель союза армян России который кстати поддержал войну России против Украины и так далее объясняю зрителям кто такой Карен Карапетян если кто-нибудь забыл это человек аффилированный структурой Газпрома который возглавлял аффилированный а там он работал который возглавлял сейчас аффилированный был премьер-министром и в принципе очень многие считали что в общем-то Россия именно его продвигала на пост премьер-министра а не Сержас-Арксена который в общем-то стал премьер-министром извините перебил но мы понимаем что в России пришли к выводу что сформированные ими группы влияния дискредитированы безнадежно как и дискредитированы она сама стало быть нужно менять прокси и сейчас мы видим вот эту операцию по смене прокси кстати Рубен Вартанен сделал заявление о том что он передает свои активы под управление партнеров правда там семейный фонд что-то такое я не знаю какие это активы и самое важное где в общем ну как отношения самый разгар российского наступления в Украине ну скажем так на самом пике он как бы не взначай так в рамках размышления о будущем страны он допустил себе такую фразу что ну вы знаете раз уж раз уж ну в таком вот соусе раз уж мы входим в состав России то хотя бы мы должны сделать так чтобы это было хотя бы в статусе Татарстана а не какой-то бедной области а Армения входила в состав России в этот момент если уж в таком виде да то есть в паблике втирать такие темы это просто вызвало ярость у политической активной части армянского общества эта тема быстро заглохла но я никто не забыл и на этом этапе активизации господина Армена сразу эти воспоминания возобновились ну что буквально несколько часов назад он распространил заявление о том что вопрос своего переезда Нагорник Нагорник Арабах он сейчас обсуждает с влиятельными кругами во Франции где во Франции во Франции да ну ну что ж пусть обсуждает а мы будем смотреть дальше как во что это все выльется ну я у меня сложилось это мое субъективное такое мнение и впечатление что человек который вполне допускает и позиционирует как адаптант да к любому сценарию скажем не краснее то ну к этому нужно во всяком случае на это смотреть внимательно и воспринимать не за чистую монету то есть там ну да патрицизм а кто не патриот все патриот все в мире каждый является патриотом своей страны тут как бы давайте патриотизмом не торговать о ну вот так извини о торговать вот так сам это ключевое слово ты сейчас произнес поэтому я обратил внимание смотри придя в большую политику он практически получает как бланш на посещение переговоры с очень влиятельными кругами франции не франции и других стран но он может Россия и так далее а это же в условиях того что у него есть по крайней мере как писала битва своя экосистема с 76 офшорными компаниями это же шикарная возможность для бизнеса когда ты можешь ты не попадаешь под санкции а наоборот ты можешь ездить говорить что я буду говорить об этом ну а походу свой маленький гешафт делать нет ну человек крупный бизнесмен ему бизнес логика не чужда и я в этом во всяком случае ничего удивительного не вижу но когда люди становятся перед выбором покупать это или не покупать то сторонников второго конечно больше чем первого я боюсь там будут такие люди которые могут купить речь идет о Ралдугин имя Ралдугина было названо Ралдугин это один из кошельков Путина да это путинский виолончелист который не знал что он владеет капиталом несколько миллиардов долларов но он тупо не знал то есть там его его подпись была как ну как скажем как салфетка на столе да там вытирались все и он так невзначай откуда не возьмись потом это все взорвалось во время этого панамского скандала когда вскрылись разные совершенно неприглядные вещи и касательно очень многих постсоветских элит это тоже понятно ну вот поживем увидим во всяком случае куда куда пойдет ну вот ход событий мы очень здорово перебрали со временем и тем не менее не могу не спросить потому что просто свербит меня этот вопрос слушай Карл Карабетян это не ответ нынешних пророссийских группировок появлению Рубена Варданена не такая не ответка тоже вопрос который потребует потребует развязки да это все пока еще начало тут можно говорить о разных версиях но просто мы будем засорять голову вещами которые ну не стоит этого делать нужно пожалеть голову и думать о более важных вещах а по этим вопросам уже по случаю понимаешь иначе будем наблюдать конечно будем наблюдать и обязательно будем наблюдать но самое главное что Брюссель зафиксирован важный итог это то что стороны приступают к разработке текста мирного соглашения мирного договора и в течение месяца состоится встреча министров иностранных дел кстати пользуясь случаем я хочу выразить свое желание того чтобы эта встреча вновь состоялась именно в Тбилиси если бы ты это решал нет но я не претендую на то чтобы я решил но я имею право выразить желание и пользуясь то есть злоупотребив твоим эфиром я это вот термализирую скажем так ладно чтобы это действительно было бы без российских ушей и глаз и подглядываний и так далее я полагаю я полагаю что активное вовлечение Соединенных Штатов формирование пост российского региона Южного Кавказа где установится всеобъемлющий и долгосрочный мир удовлетворяющий все стороны он будет установлен и очень важно очень важно чтобы Кавказские страны Южно-Кавказские страны имели отношения с Соединенными Штатами именно с первых рук то есть непосредственно не было бы так чтобы некоторые страны ну или например те которые соседствуют с нашим регионом надеялись на то что американцы отойдут в сторону и им передадут в аутсорсинг продвижение своих интересов во всяком случае мы должны тоже сами об этом позаботиться и опять-таки должность Филиппа Рикера очень хороший фундамент для того чтобы мы строили тот регион который мы действительно заслуживаем и в котором мы все вместе в мире в согласии регламентированно упорядоченно будем жить в мире и в безопасности я так смотрю на вещи мы очень сильно перебрали со временем я единственное что хочу сказать в завершении что это хорошо что стороны приступили к разработке к мыслям о мирном договоре мир это всегда здорово и как говорил знаменитый волк из фильма из украинского мультфильма Станова жил-был пес бог в помощь да да большое большое спасибо за очень интересную беседу всего доброго и до новых встреч субтитры